друзья всем привет с вами витковский кирилл это заключительная сессия курса just do layout в которой я с вами поговорю о грэпах в моем первом видео я расскажу о основах грэпа из чего они состоят как их можно использовать в индизайне ну и покажу несколько простых приемов и так что же в первую очередь что же такое грэпы грэпы это регулярные выражения которые нам позволяют задать определенный алгоритм для поиска внутри наших проектов разумеется искать мы будем текст и только с текстом мы будем работать чтобы создать регулярное выражение то есть по сути регулярное выражение это комбинация определенных мета символов каждый мета символ отвечает выполняет свою функцию в файле который я думаю все из вас качали я расписал все мета символы которые есть и разбил их на определенные группы сейчас вам покажу так первая группа которую я определил это мета символы и для поиска непосредственно глифов или символов я не буду рассказывать что каждый из этих мета символов себя в себе несет какая функция в него заложено но я расскажу в общих чертах что из себя представляет эта группа значит эта группа мета символов позволяет найти определенные глифы это может быть любые знаки припинания любые буквы кириллические латинские любые цифры любые пробелы или даже определенные совпадения по буквам это вот как раз и после последний пункт квадратные скобки то есть все что вы введете внутри квадратных скобок эти совпадения будут искаться по тексту вашего документа следующая группа которую я для себя отметил эта группа отвечающая за количество повторений то есть если при написании вашей формулы вам нужно чтобы какое-нибудь ваше условие или ваш мета символ отвечающий за поиск глифов повторялся несколько раз вот эти мета символы которые отвечают за количество повторений они для вас будут очень актуальны но разумеется мы все это рассмотрим на конкретных примерах следующая группа мета символов которую я отметил это мета символы условий то есть если вам нужно найти точнее если у вас есть определенный алгоритм допустим вам нужно найти все цифры которые находятся после слова in design ну вот вам нужно все эти цифры к ним применить свой определенный какой-то стиль который будет отличаться от стиля основного текста в этом случае для вас есть группа мета символов которые позволят вам найти определенные цифры для которых актуально условия что перед ними находится слово in design допустим то есть разумеется мы это все еще обсудим я покажу примеры так что вы не переживайте я думаю что большинство из вас кто с этим сталкивается впервые возможно вы очень сильно переживайте на эту тему что вы ничего не поймете не переживайте вы все поймете мы будем это все очень популярно обсуждать я постараюсь вам очень доходчиво объяснить и следом это уже не группа следом идут просто мета символы все мета символы которые можно использовать в он дизайне я думаю что очень подробно в них углубляться не стоит но так по диагонали я считаю что вам нужно по ним пробежаться для того чтобы у вас осталось понимание какие алгоритмы с помощью регулярных выражений можно сдавать итак в он дизайне есть два способа с помощью которых можно использовать грэпы или наши регулярные выражения первый способ это настройки параграф стайла допустим тут вот наша вкладка грэп стайл это первый способ где можно активно использовать регулярные выражения создавая новый грэп стайл мы вот в поле тут то текст то есть это поле отвечает за поиск непосредственно текста и этот поиск будет основываться на написанной нами формуле формула который определяет алгоритм поиска вот то есть мы по умолчанию тут формула очень простая это d с плюсом то есть это все цифры и как ко всем цифрам и мы сможем применить свой стиль стиль у нас уже не параграф стайла корректор стайл это первый способ где можно использовать грэпы то есть этот способ ориентирован на то чтобы искать совпадение по тексту и применять к ним любой стиль отлич отличный стиль вот стиль основного текста второй вариант это окном fine change это горячий клавиши ctrl f или command f вот по умолчанию у нас открыта панелька текст да я думаю что большинство из вас с ней знакомы и есть вторая вкладка грэп как раз таки в этой вкладке вы можете найти с помощью созданной формулы определенные совпадения по тексту и допустим их видоизменить или применить к ним я обычно это использую для того чтобы изменить текст допустим в окне что мы ищем я могу найти все телефонные номера которые встречаются в нашем проекте и разумеется они могут быть в разных форматах а в чем что то есть заменить на я могу задать и альтернативную формулу которая позволит мне весь все найденные совпадения привести к единому знаменателю к единому в стилю форматирования в данном случае наших телефонов но разумеется все этим все эти моменты мы рассмотрим и не раз давайте же рассмотрим на самом на очень простом примере алгоритмы работы регулярных выражений через параллель ставил как перейдем у меня есть небольшая заготовка для тех с текстом что в этом тексте не так на самом деле это рыба текста внутри которой есть некоторые английские слова с помощью графа рожений я сейчас найду все латинские слова все латинские буквы и применю к ним другой стиль как это выглядит я перехожу в параграф style выбирают тот самый стиль который у нас отвечает за форматирование основного текста потому что у нас же латинские слова находятся внутри нашего основного текста вот поэтому с помощью этого стиля мы будем искать наше совпадение и так я перехожу в наш стиль перехожу сразу вкладку grab style мне тут уже задано на самом деле очень простая формула формула говорит о том что у нас есть квадратные скобки внутри которых мы ищем все буквы то есть а тире z это говорит о том что у нас ищется все буквы латинского алфавита в нижнем регистре и без пробела а тире z это говорит о том что мы ищем все латинские буквы букв все буквы латинского алфавита в большом регистр то есть суммарно это выражение звучит так найти все латинские буквы и латинские слова соответственно эта формула в ней нет абсолютно ничего страшного и я применяю к ней новый стиль окей то есть по нашему тексту теперь с помощью grab запросов я нашел все английские слова которые находятся по этому тексту сразу практическое применение где это можно применять допустим у вас есть и большая книга но представьте вы верстаете войну и мир вспомните сколько там было французских слов которые которые еще синхронизировались со сносками то есть с переводом и перед вами стоит задача вам нужно все эти слова французские применить к ним другой стиль допустим сделать их и таликом вот собственно вручную вы это вряд ли бы когда-то как когда-либо сделали то есть его у вас бы наверное жизни не хватило чтобы это все сделать сделать это без ошибок а с помощью гребов с помощью этой формулы вы смогли бы это сделать все запросто давайте перейдем к примерам чуть посложнее в этом же файле который я вам который у всех у вас есть я предлагал примеры по написанию формул и я рассказывал о том как их применять давайте пройдемся по каждому из этих примеров более детально и так поиск определенных символов это тоже самое что я вам только что объяснял у нас есть квадратные скобки и все что мы все что у нас находится внутри квадратных скобок то будет находиться по тексту вот это пример нашего выражения то есть эта база квадратные скобки внутри любые символы которые вы хотите чтобы были найдены в моем случае внутри квадратных скобок большие буквы аббревиатура курса вот как выглядит текст внутри которого находится наше совпадение нам нужно и совпадение найти вот ну и соответственно это результаты поиска и замены через с помощью вот этой вот простой формулы да также обращаю ваше внимание что у меня внутри квадратных скобок написаны только все буквы заглавными соответственно в моем тексте нашлись именно только эти совпадения и снизу я сделал небольшую пометку что если вам нужно найти все совпадения но в них мог могут быть буквы в разном регистре то вам обязательно нужно ввести вот этот дополнительный мета символ то есть по сути это мета символ условия который говорит о том что нужно найти все наши глифы без учета регистра то есть он будет искать и маленькие буквы и большие буквы и комбинацию этих букв как угодно вот соответственно чтобы найти вот эти вот всевозможные совпадения все большие все заглавные все маленькие маленькая большая маленькая и так далее формулу нужно скорректировать вот в таком вот виде так перейдем дальше следующий пункт это пример использования формулы с формула условия в моем условии это отрицательный просмотр вперед при отрицательном просмотре вперед совпадение со строкой поиска считается только тот фрагмент текста за которым не следует указанный образец на этом примере вам нужно найти слово допустим in design перед которым находится аббревиатура курса до соответственно тут я пытался более подробно описать что куда нужно вписывать для корректной работы формула то есть то есть внутри скобок мы пишем что у нас должно быть перед текстом который мы хотим найти да и за границей наших скобок мы должны написать тот текст который нам нужно найти соответственно вот он пример в этом тексте есть просто совпадение дизайн а есть indesign и аббревиатура курса и при условии что мы будем использовать именно эту формулу в нашем случае будут искаться только indesign после которого нет нашей аббревиатуры то есть прошу обратить внимание indesign с аббревиатурой этот этот эти совпадения уже не преобразовываются в новый стиль потому что они не соответствуют нашему условию поиска перейдем дальше положительный просмотр вперед это все то же самое только у нас греб будет определять те совпадения перед которым как раз таки у нас стоит наше условие поиск и так тут есть тут совсем небольшие изменения по формуле если в прошлом примере у нас был вопросительный знак и восклицательный знак то сейчас вопросительный знак и равно соответственно нам нужно найти вам по моему примеру слова indesign перед которым есть аббревиатура нашего курса и вот как раз таки у нас определяется только indesign перед которым есть аббревиатура то есть другие варианты совпадения они у нас не определяются так те же самые примеры только с отрицательным просмотром уже назад все то же самое но при условии того что перед текстом который вам нужно найти стоят стоит определенные глифы или определенные текстовые совпадения опять же я тут немного поменял местами то есть у нас опять же слово indesign перед которым аббревиатура и также есть слова слова indesign без аббревиатуры перед и используя эту формулу мы будем искать у нас будет определяться только те слова indesign перед которыми нашей аббревиатуры нет это и есть отрицательный просмотр назад это же самое с положительным просмотром назад я у меня в этом документе его нету но раз его нету то давайте мы его сделаем я продублирую эту страничку и опять же что у нас находится перед текстом и что мы ищем у нас эти все условия остаются нам нужно только поменять наш восклицательный знак на равно вы я думаю что вы переживаете насчет того что откуда я знаю что надо туда поставить знак равно ну я просто знаком с грэпами я не один раз пролистал просматривала все мета символы с которыми можно создавать регулярные выражения я знаю что просто тут нужно поставить равно не обязательно абсолютно не обязательно это все зазубривать ночами не спать и вспоминать какие же мета символы мне нужны чтобы создать ту или иную форму у вас перед глазами всегда будет этот документ вы всегда сможете его открыть и воспользоваться этой подсказкой лично я знаю но наверное 5 мета символов с которыми я могу работать сразу но чтобы создать какие-то другие формула с которыми я еще не сталкивался мне разумеется приходится заглядывать в эту подсказку в эту шпаргалку и пользоваться этими знаниями ну то есть и выучить все мета символы не работая с этим каждый день не специализируясь если вы были специалистом который только занимается что пишет форму для регулярных выражений то как бы вопросов нет вы должны это все знать но так как это мы этим мы будем пользоваться от случая к случаю и как правило все наши формулы которые мы создаем они у нас остаются в базе и мы просто пользуемся абсолютно не обязательно зазубривать сети мета символ и так вот наше изменение то есть в этом случае у нас речь пойдет о положительном просмотре назад я сейчас напишу положительно чтобы никого не смущать себя в первую очередь вот формула положительного просмотра назад которая будет искать слова in дизайн перед которыми есть аббревиатура курса итак смотрим что это у меня за стиль и сразу в него ввиду свои изменения вот г наш греб ставил вот наша формула вместо восприцательного знака я ставлю равно и смотрим что у нас получается вот у нас сразу все наши изменения в реальном времени то есть теперь у нас положительный просмотр назад заработал и повторюсь у нас определились только те слова и символы которые находятся перед аббревиатурой курса just do layout вот это такое давайте вот кстати у меня еще есть один пример я о нем совершенно забыл мы его тоже сейчас рассмотрим что из себя представляет этот пример у нас есть формула которая отвечает за поиск фамилии и имя отчество именно вот в таком вот формате рассказал рассказываю что из себя представляет каждый из этих мета символов мета символ слэш и у отвечает за поиск большой буквы слэш это часть мета символа у по сути опять же можно это перевести как апр то есть большая буква то есть этот мета символ отвечает за поиск большой буквы следующими то символ опять же слышит и буква л в английской лав то есть маленькая буква этот мета символ отвечает за поиск маленькой буквы. Плюс, соответственно, это метасимвол, отвечающий за повторение. Дословно плюс – это метасимвол, который отвечает за поиск нуля или более. А сочетание метасимвола плюс с вопросительным знаком отвечает за поиск одного или более раз, но при самом коротком варианте. То есть самый наш, а короткий наш вариант заканчивается до начала следующего нашего метасимвола. А следующий наш метасимвол это slash s, space, это пробел. То есть, по сути, в этой группе находится следующая информация. Мы ищем слово, которое начинается с большой буквы, то есть у которого первая буква большая, все остальные маленькие, и ищем это слово до первого пробела. То есть, по сути, все слова, которые у нас тут есть в тексте – это «на», «Ленин», «Преображенский», «Маяковский», «Меж», опять «на» – все эти слова, они отвечают этим требованиям. Давайте посмотрим, о чем я говорю. Так, переходим в этот стиль, grab style. Допустим, вот это вот все, что у нас есть, вторую группу, мы просто удалим. И вот то, о чем я вам говорил. Если мы будем использовать только первую часть моей формулы, то у нас будут определяться вот такие вот совпадения. Повторюсь, это все слова, которые начинаются с большой буквы, да, вот и все выражение. То есть, все слова, которые у нас начинаются с большой буквы. И обращаю ваше внимание, что у нас после слова еще выделяется и пробел. Это происходит из-за того, что у меня тут также есть пробел. То есть, если я пробел удалю, то он будет находить только первые две буквы – большую и маленькую, потому что эти условия являются, потому что эти условия соответствуют нашей формуле. То есть, напомним, плюс с вопросительным знаком говорит о том, что он ищет самое короткое совпадение. И в нашем случае первые две буквы как раз таки являются самым коротким совпадением. Но если мы из нашей вот этой вот небольшой формулы уберем вопросительный знак, то у нас будут выделяться целиком все слова. То есть, у нас нет условия для самого короткого совпадения, и у нас выделяются все наши условия. То есть, по сути, пробел у нас не выделяется, потому что у нас его нет в нашей формуле. Итак, вернемся к нашей формуле. Что же из себя она дальше представляет? Значит, как я уже рассказал, это первая группа, которая ищет все слова, которые начинаются с большой буквы. После нее находится пробел, точнее после этого слова находится пробел. После пробела находится большая буква, это slash u, это upper, то есть большая буква, после которой стоит точка. Обращаю ваше внимание, что точка. Мы конкретно ищем глиф с точкой, поэтому у нас стоит slash, точка. Но если мы вернемся к нашему тексту PDF с метасимболом, у нас есть... Итак, вот они метасимболы, символьные метасимболы. То есть, есть метасимбол, точка, но он обозначает любой символ. Это может быть и буква, и цифра, и пробел. То есть, это абсолютно любой символ, который можно только встретить в верстке. То есть, чтобы нам найти конкретно точку, нам ее нужно ограничить slash. Итак, вторая группа, что она из себя представляет? Это большая буква, после которой сразу находится точка. Вот эта группа отвечает за поиск большой буквы с точкой. Давайте посмотрим, что она будет искать, если мы будем использовать только эту маленькую формулу. Так, наш стиль. Я вот это пока скрою. У нас все скроется. Создам новый стиль и применю вот этот вот character style. То есть, он ищет все буквы, после которых находятся точки. Если я сюда добавлю пробел, то есть, это говорит о чем? О том, что он должен найти одну букву с одной точкой, после которой находится пробел. То он найдет только наши вторые совпадения. Потому что в первом совпадении после нашей буквы с точкой пробела нет. Итак, это я удалю. Переходим обратно к нашим инициалам. Значит, повторюсь, вторая группа – это поиск буквы, большой буквы с точкой. И в нашем формате имя и отчество повторяется дважды. То есть, это условие должно повторяться дважды. Можно, разумеется, можно было бы скопировать его два раза, вот так вот. Но зачем так делать, когда можно формулу упростить? То есть, я тут уже использую метасимвол, который отвечает за количество повторений. И у меня конкретно нужно найти большую букву с точкой два раза. Поэтому я использую метасимвол с фигурными скобками, внутри которых находится значение 2. То есть, он будет искать две вот этих группы. Итак, давайте посмотрим, что же вот с этой формулой мы находим. Ну, собственно, вы это уже все видите. То есть, мы находим все слова, которые начинаются с большой буквы. После этого слова находится пробел. После пробела большая буква с точкой и повторяется она дважды. Вот я надеюсь, что это все понятно. И большая просьба. Все уроки, связанные с ГРЭП, то есть, все, что я объясняю практически, пробуйте это сразу делать в ондизайне. То есть, посмотрите, поставьте на паузу видео, попробуйте еще раз и так далее и тому подобное. Это будет более продуктивным, нежели вы вначале все посмотрите и потом начнете реализовывать уроки в жизни. Вот получилось вот такое вот вступление, вступление в ГРЭП. Возможно, оно вам может показаться несколько сумбурным, но, с одной стороны, для вас это абсолютно новая стезя. И в следующих уроках у нас будет только практика. Я вам буду рассказывать, что из себя представляет каждая из формул. Мы рассмотрим, что из себя представляет формула для предлогов, мы рассмотрим, что из себя представляет формула для поиска телефонов, для поиска e-mail адресов, для поиска сайтов. И каждую из этих формул я буду разжевывать очень подробно, очень детально. Всем спасибо за просмотр. До следующего урока. Субтитры сделал DimaTorzok